Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, и вы потом дадите свои комментарии под видео. Здравствуйте! Спустя два года возвращаюсь. Не против, если вы возьмете историю на видеоконсультацию? Это называется видеоконсультация. Кстати, я хочу вам сказать о том, что присылайте, скажем так, я объявляю сбор, присылайте ваши истории со счастливым концом. Как ваша интересная, закрученная, трагичная, может быть, где-то или не сразу удачная, но история с иностранцем, неважно, турок это или нет, закончилась позитивно, что у вас сейчас есть. Давайте откроем новую рубрику позитивных, добрых историй с хорошим концом, которые будут классным примером, позитивным для тех, кто, например, в трудных каких-то отношениях сейчас или с трудностями сталкивается. Жду от вас тоже писем. В теме письма пишите «История с счастливым концом». Итак, письмо. «Мы расстались с предыдущим молодым человеком год назад, отношения длились 3 года, сейчас мне 26. Раздоров был болезненный, много думала, не допустила ли я ошибку, и текущая ситуация в мире подтверждает, что отношения к гражданинам другой страны были бы максимально некомфортны. Состояния ментального и физического здоровья также у меня улучшились. За год без этих отношений я стала сильнее, увереннее в себе, более общительной и активной в социальном плане». Подтверждаю, что нужно полюбить себя, свои желания ставить в приоритете, да, в меру, быть эгоистом, то, что я всегда говорю. Это сложно, будучи невротиком, идти против своих привычных установок и насильно заставлять любить себя, ценить себя и только себя. Совершенно верно. Я вообще об этом думаю, следующий наш марафон в инстаграме делать, думаю, марафон будет у нас в конце июля, в начале августа где-то, в конце последней недели, 2 июля. Достигнуть этого я смогла благодаря терапии. Еще будучи в отношениях за полгода до расставания, я ходила на консультации к психологу. Когда девушки говорят, что нет на это денег, это неправда, это отговорка. Совершенно верно. Делать я не про психолога только, а вообще про все остальное. У нас всегда есть отговорки, чтобы не начать делать. На самом деле за отговорками стоит страх перемен. И очень часто даже если ты себе желаешь чего-то хорошего, вроде бы доброго, позитивного, положительного, есть страх к переменам. А что мне с этим даже добрым, позитивным и хорошим потом делать? Или как мне страшно, как изменится моя жизнь даже после хороших перемен? Потому что человеку для понижения, это у тревожных очень часто, у людей с повышенной тревожностью или каким-то таким уровнем рядом, не прям повышенной, но высокой тревожностью, с какими-то проблемами. В общем, идти по колее, по накатанному, даже когда плохо, но зато оно стандартно, стабильно, предсказуемо плохо. Идти по колее и жить предсказуемо несчастливо гораздо удобнее, привычнее, ниже тревожность, чем позитивно, но по-новому. Даже тебе будут обещать, что будет все классно, я тебе гарантирую. Люди очень многие перемены в жизни не делают, потому что сами перемены, они им страшны и останавливают их отсутствие вот этой стабильности некой, даже плохой колее. Вот то, что сейчас во многом вы видите, почему многие задаются вопросом, не меняются политические какие-то режимы, людям стабильно, плохо, стандартно, они терпят, вот, потому что они настолько забиты или зашуганы, настолько у них все плохо, что им стандартно в плохой колее, комфортнее, у них высокая тревожность и так далее, они уверены в себе, им проще плохо, но стабильно плохо, чем хорошо, но эмоционально нестабильно. Есть же возможность занимать у друзей, использовать кредитку и так далее, но лечить себя, свою психику, необходимый восклицательный знак, браво. Как итог, за год я вдвое увеличила свой доход, вот, кстати, к вопросу о том, что нет денег, да, живу без долгов, лишних ртов, без мужчин-альфонсов. Я честно кайфую от того, что я сама себе хозяйка, но я продолжаю терапию, прорабатываю проблемы с родителями, я не ожидала, что все так сильно связано с детством, родителями в частности, конечно, работы впереди еще очень много. Что касается личной жизни, я одна, у меня нет постоянного молодого человека, я общаюсь с несколькими сразу, принимаю их внимание, ухаживание, не жду ни от одного из них серьезных отношений, потому что я их сама сейчас не хочу. Целенаправленно даю себе время на перезагрузку, перестройку и выздоровление. Что я здесь в этом абзаце прочитала правильного, да, на пути к здоровому человеку, здоровой психике? Человек четко понимает, чего он хочет, и, например, желание, чтобы отношений у меня сейчас не было, я даю себе время на свое, на любовь к себе, на перезагрузку и тэ-тэ-тэ-тэ-тэ. То есть я четко знаю, что отношений не хочу, но я себе не запрещаю принимать ухаживание. Я поэтому в ответ от них ничего такого кардинального, серьезного отношений не жду, и мне легко, и кайфую. Я живу здесь и сейчас этим моментом, и девушка четко следует своему истинному желанию. Поэтому важно знать, чего ты хочешь. И понимать, очень часто люди вступают в отношения не потому, что они хотят их, потому что им страшно, одиноко, боязно. К вступлению в отношения, а бы каким вообще, и к больным, к любым, очень часто подталкивает некая нужда, назовем, да, потребность, но не истинное желание человека. Поясню почему. После тех проблемных отношений я сразу же попала в следующие смайли, которые продлились пару месяцев. Молодой человек инициировал расставание. После продолжительных отношений в три года для меня этот раз был максимально болезненным. Я тогда не понимала, что же я сделала не так, как вообще можно было меня бросить. Ведь до этого бросала только я. Опять же, проанализировав, обсудив все, поняла, что я транслировала старые отношения на новые. Это называется перенос. Вела себя так, как привыкла себя с предыдущим парнем. Я убедилась в том, что нельзя входить сразу же в новые отношения после предыдущих, если они были проблемными. Ой, целая сказка читать. Это выводы такие, это письмо очень приятно. Это читать совершенно верно. Я вижу, читая это письмо, эти заявления, так можно сказать, здорового человека, точнее, на пути к выздоровлению. Я уверена, что у вас все получится, потому что вы на верном пути слова в слово тут даже добавить нечего. В случае, если есть девушка, которая от безысходности слушает ваши видео, я хочу ей передать, чтобы она не боялась, набралась терпения и сил для начала в новой жизни. Полюбила себя, кроме нас самих себя полюбить, безусловно, и целостно, и целостно, никто не сможет. Ни вторая половинка, ни ребенок, ни родители, только ты сама. Малилуя, хочется тут добавить. По скрипту. Писать вам письма – это способ подсветить все свои проблемы, на которые в жизни ты закрываешь глаза. А в тексте подсвечиваются все боли. Огромная благодарность вам за все. Здоровья вашей семье. Конец. Знаете, прекрасный отзыв. Человек даже не был у меня на консультации. Просто до этого у нас были переписки, задавания вопросов. Ну, как бы, это было на протяжении двух лет. То есть человек был в отношениях, потом расстался. Короче, вот этот путь определенный, улучшение себя, девушка шла, параллельно с канала. Вы знаете, для меня лично, чем это приятно, спасибо за ваше письмо, потому что я вижу, что я не просто так, не зазря снимаю эти видео, когда у этих тем не так много просмотров, это денег не приносит особо, понимаете. Мне приятно от того, что я не зря все это делаю. Вот в таком виде такая благодарность подчеркивает то, что я, наверное, пути, и надо продолжать это все снимать. Я вам больше скажу, мне очень много, я недавно об этом задумалась, я заканчивала работу с одной моей клиенткой. Кстати, если клиенты, это либо через канал меня находят, либо через уже сарафанное радио мои контакты передают уже те, кто у меня бывал, кому еще понравилось. Спасибо всем огромное. Я хочу отметить, что мы с этой девушкой, она мне говорит, а куда вам написать отзыв, мне так понравилось. Мы с ней за три месяца, она была конкретно с невротиком, она поменяла свою жизнь. Я опять скажу, с моей помощью, но это ее чисто личная заслуга, потому что она выполняла там все домашние задания, все, о чем мы прорабатывали. Соответственно, человек с шланием поменять свою жизнь, просто готов к этим переменам, и нашел человека, которому помог это сделать. И за три месяца она изменила свою жизнь, условно, она стала счастливым человеком. Когда она ко мне пришла страдающим невротиком из больных отношений, которые новые ее больные затягивали, в этом круговороте отношений она находилась. Три месяца. Вот когда мне спрашивают, сколько потребуется, при желании работе регулярной, еженедельной, три месяца у нас на это ушло. А когда мы заканчивали с ней, она сказала, куда писать отзыв? И я тогда задумалась, я даже не собираю вот эти отзывы. Мне люди говорят спасибо, я знаю, я чувствую от людей отдачу, что им помогает. Я подумала, блин, может какой-то сайт создать или что вообще? Ну, пока про сайт я все-таки не буду, у меня на это времени нет. Но я вам больше скажу, не только личное консультирование, скоро будет очередной марафон. Это будет стоимость чуть, наверное, дороже обычной консультации часовой с психологом. Это будет четыре прямых эфира на разные темы. И основной лейтмотив нашего марафона будет понять себя, принять, полюбить, что это такое, что за этим стоит, как вообще к этому прийти и жить в гармонии, быть счастливым человеком. Просто кайфовать, изменить свою жизнь своими руками. Я вам в этом помогу и наша группа, которая у нас создается. Марафон будет в конце июля месяца. Попозже, когда я все это напишу, сформулирую, я вам дам знать и пущу рекламу на канале, буду об этом вам рассказывать. В общем, я благодарна за это письмо. И напоминаю, что, девочки, жду от вас истории с счастливым концом. Может быть, трагичные, может быть, где-то нелегкие, а может быть, изначально легкие. И когда у вас все гладко в стельку было с вашим иностранным, каким-то возлюбленным, заграничным мужчиной, не обязательно турком, присылайте ваши истории. Я буду их публиковать, рассказывать, зачитывать. Пусть это будет позитивом, поддержкой для тех, кто в каких-то сложных отношениях или в ситуациях на данный момент. Спасибо всем за внимание, всего хорошего, доброго. Скоро увидимся. Моя почта в инфобоксе, пишите туда. Всем пока.